не знаю собьют или нет спасибо проходим там нам моргнули издалека что если мы не пройдем то они обязательно нас собьют мы решили все-таки пройти до сворачиваем к школе школа если видите там на заднем плане она такая разными цветами и и начали разрисовали значит такой ультра салат на зеленый его кстати почему-то называют желтым желтые жилеты такой цвет как желтая жилета то хотя и ну я думаю что на самом деле это были зеленые тут ближе к оранжево-коричневый какой-то такой я точно не знаю как называется и рядом хаки коричнево как-то там в общем такое что-то цвет или ну в общем там зеленый серым я точно не знаю как называется но тоже зеленоватый оттенок вот сначала кажется что блин круто с переехали значит у нас была трешка сколько человек жила очень много нас жила а потом переехали и у нас практически 80 квадратных метров там 79 с половиной 79 квадратных метров до водички попить это конечно это же 79 квадратных метров жилой площадь отапливаемый мы сделали чуть чуть меньше жилой площади нам на хрен не нужно было мы на троих раскидали у каждого получилось по комнате хотя до этого практически ни у кого не было своей комнаты на двух или на трех человек делилась комната это когда жили в трешке а земли получилось раньше нас земля была только в горшочках для цветов и на балконе в ведрах а после этого у нас стало 28 соток 28 там с дробями уже не помню сколько то знаете как появилось такое чувство хозяин вот тун забор этот на ограждение там или как-то в общем такие столбы и называется мы же у нас вот если вы читали межевой рыцарь это который между этими столбами петляет вот появилось такое чувство и все кто там заходит там что-то еще спрашивают а можно там ту 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 сделаю какая-то ту я я не знаю какая общем тут растет что-то саде что-то по насажено кстати вороны и вороны сидят на деревьях караулят гулять ворону нас редкость больше вороны но тоже есть а голуби там ближе к мусорке так вот когда кто-то приходит всегда что-то спрашивает а знаете а вы что-то там это и чувствуешь себя хозяином вот это прошел тут посадил тут вырубил тут сказал нет на хрен это все не нужно тут будет идти дорожка дорожка будет идти именно здесь они здесь в общем где хочешь там их выходишь практически никаких проблем нет но приходится делать ремонт кстати насчет покупать чистый участок или уже застроенный то я бы предлагал все-таки покупать застроенный участок бэушный можно там можно найти что-то интересное вот допустим буквально весной 2018 года я выкопал 10 литров самогона мелочь а приятно он еще никуда не делся он стоит в бутыле стеклянной накрытой алюминиевой проб крышкой закаточной обычная закаточная крышка только раньше выпускали алюминиевый их железный если будете хранить самогон никогда не закрывайте железной крышкой может проржаветь лучше такой алюминиевой старенькую какую-то взять раскатать аккуратно резиночку туда новую и засадить но меня это не сильно интересует не знаю почему не любители этого дела поэтому он у меня так стоит просто поставил и стоит ждет чего-то такие вот дела ремонт очень дорогое удовольствие поэтому стены я практически не трогал я могу сказать вообще их не трогал только повыковыривал гвозди в некоторых местах там то ли плакаты висели то ли что были за прибиты гвоздиками маленькими куча везде гвоздей было и в нескольких местах были иголки ну там шили или еще что-то и затыкали их в стены стены глиняные а штукатуре не глины поэтому можно было очень легко это произвести аккуратненько переходить дорогу да да я далеко иду что еще могу сказать лучше всего делайте сразу теплый пол вот сразу бац и розетта срывайте те полы если у вас деревянные или еще какие-то глиняные выкапываете срываете выравниваете все делайте намного ниже так сделал мой родственник и он получил где-то высоту потолков где-то на 80 сантиметров разница больше чем было а чем выше высота потолка хорошо да идем сюда тем больше объем воздуха она кажется вроде бы что там это какая-то мелочь 250 или 270 нет уже извините если вы в районе трех метров это чувствуется когда высота потолка больше трех метров это чувствуется просто ну потрясающе в общем 270 это уже считается ну чувствуется намного легче и 3 метра и выше это уже просто до дворец вообще раньше скажем так мой дядя самый честных правил он жил чуть ли не в единственной квартире на арбате которая еще не была захвачена кем-то там и там высота потолков где-то то ли 550 в общем чем-то там там наверно две сажения так думаю было то есть это вы выше пяти метров раньше строили сразу на косые сажения хоп или коса или прямая сажение то есть где-то около или около или выше пяти метров поэтому поэтому я все-таки предлагаю если вы делаете у вас одна этажка снизу земляной пол все-таки делать намного глубже теплый пол делайте когда его там подключите я делал водяной лучше конечно делать сразу водяной а там чем будете греть электричеством дровами газом или углем брикетами всякой всякой всячиной это не важно делать лучше водяной а там уже что поставите какой котел какой вариант то уже дело такое 16 труба и все такое прочее сверху я положил плиткой и ко мне как-то приходит сосед но там его родичи жили в этом доме говорит батьковщина называй и как-то он зашел в это это школа дна телу ну что там плитка на полу это же у нас теплый пол человек не понял пока не разбулся так только он разулся стал ногами на пол так позже горячий да представьте себе пол горячий можете себе такое представил были мне хрена себе так что можно конечно с имитировать пол теплый пол это когда у вас деревянные деревянный настил идет а под низом еще какой-то под этим полом есть еще какое-то воздушное пространство вы с этого воздушного пространства выводите забор воздуха для печи дровяной ну или там угольной какой там печи и у вас получается теплый воздух заходит постепенно в подвал или полуподвал в общем подпольное пространство таким образом можно сделать добиться избавление конденсата на окнах и понижение уровня вот этого холодного воздуха то есть он будет где-то там внизу под полом забираться этот холодный воздух а теплый на его место будет заходить но мне все-таки больше нравится подогревать снизу и пока постепенно но все там поднимается туда идем да то уже можно и кстати когда у нас на улице довольно холодно в комнатах приходится добавлять отопление и в комнатах получается у нас теплый пол на разогревается настолько что в тапочках даже жарко вот говорят тапочках не может не могут ноги плавиться но вы представьте что вы идете в жаркий солнечный день в тапочках по черному асфальту где-то в районе 15 часов когда с 12 до 15 когда самое жаркое время вот такое же вот такое же впечатление будет казаться при разогретом сильно разогретом теплом полу а на стены на потолок я тратил меньше всего практически ничего по времени и практически ничего по этим по материалам это такой есть стиль лофт когда не тратится меньше всего на потолок и на стены так как нож стены можно чем-то за драпировать допустим это мы вошли в арку длинную продолжительную перед этим было менее продолжительная арка и но я чисто ради микрофона так уже давно такими занимаюсь до нас поворачиваю по району нарезаем общем эти круги так что впечатление в принципе хорошие но вот цены на продукты питания на эти как их там на всякие технические дела в селе очень сантехника да все желательно если это при том что я нахожусь в 36 километрах от города это в принципе считается ближние ближний пригород так что тут уже и по трассе это второе село ну буквально там первое и через шесть километров второе то есть это практически рядом так что если вы намереваетесь приобрести или жить в селе на даче там какой-то или еще что это такое снимать дом это можно делать но можно взвесить очень много это поездка в город обязательно дополнительный какой-то заработок я так считаю должен быть потому что просто на сельские какой-то заработать это практически там нельзя заработать ничего такого и покупать продукты питания и всякие технические дела все-таки лучше это делать в городе городе больше конкуренция ниже цены и больше ассортимент до сервис лучше так как больше конкуренция также желательно в городе сбрасывать свои видео аудио материалы всевозможные фото если у вас нет интернета или плохой интернет какой-то дорогущий у каких-то знакомых или находить точки бесплатные вай-фая раздачи вай-фая ну что-то типа того кафешки всякие всевозможные остановиться там зайти погреться или выпить чайку послать получить ну да чем-то такое что-то произвести интересное продаете яблоко написано вот интересно вот такое вот мое впечатление первое впечатление за 6 лет проживания даже можно сказать за 8 лет проживания в селе не все так классно как хотелось бы могло бы быть и хуже и лучше а еще лучше всего имеет свой транспорт чтобы можно было добраться до города и желательно чтобы он был четырехколесный с крышей то есть это не не велосипед на четырех колесах а это желательно автомобиль и какой-нибудь такой поновее который меньше всего портится ломается так что если вы переезжаете в село вам обязательно нужен транспорт в любом случае внутренний по селу и внешний по сторону города если нет транспорта значит значит рюкзак побольше и сил тоже чтобы можно было притащить туда притащить оттуда оттуда вах уже мы видим рекламные плакаты всевозможные предвыборные так что весна не за горами а главное селе зиму пережить такие холода а потом уже можно и не топить можно не греть воду до принципе все лежит дешевле жек дешевле там просто нет джека сколько вы платите за услуги артем ну коммуналка 1600 гривен в общем это на декабрь где-то 60 долларов ну вот и рублей а я плачу где-то третью или четвертую часть не ну все зависит от заработка если человек зарабатывает хорошо ему никакие расходы не ну естественно да а вот если вы работаете по удаленке допустим у вас есть свой интернет магазин или вы работаете каким-нибудь фрилансером или вы допустим что что еще можно допустим вы кодите там или еще какая-то фигня или вырабатываете какую-то дорогую продукцию бесконечно дорогую тогда вам выгодно жить в селе а так я бы не сказал что особо выгодно хотя насчет если коммуналка то в принципе удобней о церковь какая-то да блин и не видел сюда ладно пошли никогда вот тут пешком не ходил только проезжал мимо спина должна быть крепкая чтобы можно было много тягать ноги тоже сильные иначе жить в селе будет не очень надо много ходить ездить на велосипеде мне как-то тяжеловато ездить на велосипеде у нас такие косогоры получается пригорки все возможные и песчаный грунт то есть не асфальта у нас грунтовые дороги ну не совсем конечно классно жить можно так что будем заканчивать такие мои впечатления о селе что что да как она с ними котика бог ты какой здоровый красивый только не писи на меня только не мочись да конечно но это не кошка это код такой крупный да я вижу пятнистый почему я почему я такого не могу забрать этим же свободный до без хозяев мне казалось что выехать в село это решение проблемы но на самом деле проблемы так не решаются это приходится возвращаться в город город он чем-то к себе манит то ли низкими ценами то ли качеством обслуживание чтобы вселить цены были дешевле да я тоже думал способность меньше конкурент не она вообще желающие даже купить ну это то есть два коэффициента 1 до цен того что у людей денег мало а другое то что людей масло дороже почему тогда так нелогично получается все ли дороже и намного вот допустим я покупаю масло по по здесь я покупаю масло по 36 это один из дешевых торговых сетей а у нас тоже торговая сеть ну я не помню как она там насколько развита то там 43 то есть разница достаточно взять пять брускового этого брускового или как-то кусков этого масла коровьего чтобы восполнить разницу мне нравится собачка собачка с ними вот еще собачка сидит таксах я сюда что-то бывает про втыкивая убрать с собой корзинку взять по нам то взять че не взять давай только отдельно к с собой вот яблоки у нас дороже у нас все дороже короче и у нас вообще даже и хлеб есть разные магазины и несколько вариантов у нас сортов хлеба по цвет надо ходить сюда чуть-чуть уже темно о огурцы 134 ничего себе 135 что-то за огурцы такие авокадо да да ну да ну не только бананы ну что берешь бананы не 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 я такое я не чисто забираем самый дешевый яблок но много но набираем я был и делаем все только очень очень хорошо очень еще была крупа дешевая что еще покупала морковки ну так давай так же так же в селе дорогой укроп очень дорогой почему непонятно казалось бы там все его продают да надо выращивать свой это полезное полезное такое растение и она с тещей был спор кстати насчет укропа вчера я слушал теща здесь ты сейчас жить что на на улице прокис там где остановки нам дешевле но там продают пучками а в магазине килограммами как она высчитала не сказал на друг магазин дешевле магазине что расценка на килоиде лучше конечно проще покупать магазине так как вы уже понимаете сколько там по весу надо перчатки ну давай положи а на пучок это на пучок на на это на стакан на тарелочку это все это непонятно о чем и она может быть стоит намного дороже чем в несколько раз и казаться что вроде бы вот еще жулиться зима щас она все переморожены не укроп он принципе не страдает от этого укропа петрушка особенно петрушка на и вообще по барабану мы заморозили кстати укропа а вот допустим где выращивать если вы выращиваете в теплице то там могут быть много азотных от этих соединений нитратов так называемых может лук азии чипулина цибулина да нормальные вроде я так пробую щупаю если он продавливается продавляться немножко не мягкий в общем надо когда берете лук обязательно его продавливайте если он слишком мягкий то не берите это значит что он долго лежать не будет и толку от него никакого нет да артем решил набрать самых дешевых яблок а яблок потому что он берет это делает специально всем на зло не на зло скажем нам на бобро а если я немножко лука возьму все-таки приятно так иногда поджарить я беру не сильно мягкий ты смеешься но чисто смысл сок в принципе да особо яблоки ты возьмешь дешевые яблоки а сок будет одинаковый на они все растут под открытым небом поэтому толку никакого не очень бурят я слишком мягкие буряка ты пробовался ты пробовал конечно да ну уж он сладкий я бы не сказал что он слишком приятный но он полезный не буряк а свяколка свекла конечно сахар да как кормовая а то есть у нас разделение идет буряк и свекла свекла это значит чисто сахарная а а буряк это это такой оранжево-красный так два раза накидывая тема да и зубная паста все остальное принципе мне так чтобы не на главное это разбить эти вода так тут где-то сейчас она такая шубни что-то захист захисты кисть защитный то я бы сказал что тут одно из самых дешевых так она вот у такого типа есть еще лучше бы недорого было ну а что ты набираешь агена какая из них активно тут нить еще не нить у меня просто между зубов просто не провозит и физически сколько раз пробовал так без тора надо со втором безопасно били может такой не вот это возьму ладно возьму вот интересно деньги выдают крупными купюрами для того чтобы с чем с кем-то рассчитаться нужно разменять чтобы разменять нужно что-то купить так ну все пошли туда я помню когда первый раз вошел этот магазин после ремонта здесь было трудно сориентироваться и мне надо сначала определиться где что находится ох да сейчас наберу маселка так я уже знаю какой убрать я беру его тыньске она у нас самое дешевое получается 36 гривен а какой не нравится тут красные синие и зеленое зеленое там начать и не очень вкусная почему-то а зеленая очень еще вкуснее но там меньше жира так буквально на четыре этих единицы а красная тоже очень вкусно она вообще как мороженого вот я беру нюхаю запаха и на вкус она она просто или взяла старая или какое-то она у вас морозилке лежит и она про напитывается запахом холодильника у вас вообще все шок холодильнике лежит она каким-то запахом пропитывается поэтому вкус меняется вкус и запаха меняется его если брать его надо или в отдельную тару или под соленую воду уложить или так смотрим где тут на коса на кассе надо она пройдись на кассе лучше определяться там где меньше всего товара и покупателей все табличка да мы стратили стали на пятую кассу ну ладно четыре человека четыре человека и мало количества товара вот что самое главное так хорошо гербачки взял сергеем тяжело по магазинах они потеряются сразу да все таки как начинаете это разворачивать и нужно оборачивание нужно то я как-то уже веселей поболтать так ну что ты вперед идешь или сзади 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 оптимально это сразу покупать на двоих чтобы быстрее пройти кассу а потом уже между собой рассчитываться по этим как его с карточки на карточку перекинуть и тогда можно очень быстро или даже когда вы покупаете там на десятерых сразу десятером с это скинулись и потом перекинули на одну карточку но это такой небольшой лайфхак может кому-то понравится может кому-то нет да я бы их вообще запретил только аккумуляторы они дешевые их выбрасывают землю от земли лучше не выбрасывать у меня так вообще батарейки некоторые батареи можно заряжать даже вот допустим все я знаю кроме этих каких там кроме energizer они заряжаются очень хорошо пакет нужен не у меня свой кстати один из лайфхаков носиться в пакет я как-то не собрать миллион пакетов и сдать их на металлолом там где встретились какая-то на конференции стив джокс и пил гейтс ладно помнишь картинку и завода сидели и не свистел вечерами и не выносили вечера после захода солнца пакета не пакета не пакета не все правильно не сэкономишь не проживешь здравствуйте сейчас гляну 50 так это себе он на 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 ну ну . . . так собираем мелочь а также собираем по 50 чуть быстрее надо а ты вообще той стороной проводишь вот почему продавцы умеют это делать спасибо да вот этот продавец она или интроверт или что он он сидел это чуть-чуть раз и сделал моментально хотя в глаза не смотрит а ну он так типа не замечает тем масло не три раза пробил смотрел не не смотрел но он сидел вот я сколько смотрел за этим продавцом он все делать настолько четко там быстро так 2 на 36 20 вот я тынский салатки все нормально блин 149 охренеть кстати я не понимаю когда в магазине делают кульки которые легко рвутся это значит что в один кулек человек может положить меньше товара это настолько тупо выглядит вот я стою набираю набираю товар набираю и тут чувствую что вот вот он не выдержит о чем это говорит я сразу прекращаю набирать и иду на кассу ну или там если на улице покупаю то я сразу как бы заканчивая с этим делом говорю взвешиваете там или кулек не может служить рекламой да какая даже эта реклама если он рвется то есть покупателям продавцам вернее особенно хозяевам этих сетей или каких-то магазинчиков нужно брать не только дешевые кульки а еще и такие которые могут выдержать большое количество нагрузки или быть устойчивыми к прокалыванию сиськи стирания и стирание я как бы там немножко запятые расставляем я не помню там как правильно писать но говорить в принципе могу вот прикольно дать дерево стало расти 3 завалили одну ух ты сколько голубей тарарарарара но они есть биороботы тебе нужно повесить рядом стикер да написать включая здесь как много листьев как много веток это все можно переработать и сжечь в печи мы вышли на улицу и подписывайтесь на канал с вами был арсений селезнил зверобой пока